Саргас, у вас очень интересный трехдневный курс по денежной магии, но к сожалению не у всех есть на него деньги. Может быть вы выпустите что-то более дешевое или даже может быть бесплатное, чтобы люди с вашей помощью заработали деньги и уже купили у вас какой-то более серьезный курс обучения в школе. Но я ведь сделал бесплатный курс, вы чего? Всем привет, с вами Саргас. Вот реальный человек написал мне в комментариях, спросил, почему бы мне не сделать что-то бесплатное или недорогое? Может быть прежде чем задавать такие вопросы стоит потратить 3 минуты своего драгоценного времени и где-нибудь между листанием тиктока и маструбацией зайти на мой сайт и увидеть что бесплатный курс уже есть. И что на моем канале уже 900 бесплатных видео и их вполне можно использовать. Ну допустим, курс и правда не дешевый, курс может кому-то показаться неоправданно дорогим, хотя оно того стоит и человек имеющий мозг и умеющий им пользоваться легко окупит полученные знания в кратчайшие сроки. Но книги мои, они что, тоже дорогие, неподъемные или бесплатные видео, которых множество на моем канале, тоже неужели вот настолько тяжело? Вот бесплатно берем, ну нет, ну это, ну что бесплатно? А дорого оно вот дорого, а бесплатно оно, ну в общем бесплатно люди не ценят, а дорого люди не покупают и остаются в говне. Отличный подход. Ну это я сейчас записываю не для рекламы, хотя бесплатный курс может быть, можно посмотреть для начала, внедрить что-то в свою жизнь. Тема сегодняшнего видео не о том. Я хотел бы рассказать о том, как использовать денежную магию в своей жизни. Абсолютно бесплатно. Бесплатно вам рассказываю. Предположим, вы только начинаете путь духовного развития, магического развития и заодно только начинаете финансовое становление. Либо вы уже серьезный предприниматель или серьезный специалист и находитесь на достаточно высоких позициях с точки зрения финансов, с точки зрения денежного эгрегора, но при этом тоже только начинаете свой духовный путь. Казалось бы, это совершенно разные точки, из которых вы начинаете движение. Но тем не менее, с точки зрения денежной магии, когда вы только начинаете взаимодействовать с денежным эгрегором, вы практически в равных условиях. И сколько вы зарабатываете на текущий момент, не столь важно. Главное, что у вас есть доход. Поэтому, если у вас дохода нет совсем, если вы домохозяйка, школьник, студент, которому помогают родители, вам нужно из этого состояния выбираться и выбираться как можно скорее. Потому что вы находитесь как бы вне юрисдикции денежного эгрегора. Вы не выполняете конкретную работу, за которую вам платят деньги. И даже если ваши родители как-то вас поощряют и за что-то вам деньги дают, все понимают, что это не совсем то. Поэтому нижний порог вхождения в денежный эгрегор, когда вы работаете и когда у вас есть какой-то доход. Вот от этого нужно отталкиваться. Если вы ниже этого плинтуса, скажем так, ну простите, с вами просто не о чем разговаривать. Не потому, что вы плохой или не потому, что вами стоит пренебрегать. Просто потому, что ничего здесь не сделаешь. Никто извне вам не даст денег просто так. Мне вот иногда пишут, к сожалению, люди там больные, прикованные к кровати. Что вот проведите какой-нибудь ритуал. А какой я ритуал проведу, если у него работы нет, у него источников дохода нет? Чтобы на него сейф упал с деньгами? Ну, это же не смешно даже. Ну, если вы только ищете работу, проведите ритуал на поиск работы. Ритуал любой, в том числе из магии желания на канале. Есть подобные ритуалы. Вот проведите ритуал, но предварительно подумайте, чего вы вообще хотите. В первую очередь отталкиваться стоит от того, что будет приносить вам деньги. Это вот на первом месте. Подумайте, что будет востребовано в вашем регионе. Что будет востребовано реально. То есть исходите из текущих вакансий, которые есть на рынке. Потому что думать, что, ну, наверное, экономисты важны, потому что тетя Маша сказала из соседнего подъезда, это проигрышная позиция. Стоит смотреть на вещи реально и опираться только на собственный опыт и на реальное положение вещей. Потому что многие люди, особенно если они чуть более старшего возраста, любят советовать. Я не могу вам назвать ни одну конкретную профессию, потому что понятия не имею, что будет востребовано через год. Но, скорее всего, ваша бабушка точно знает, что будет востребовано, потому что у нее в ее время, в 56-м, точно были нужны токари. Вот токарь без работы никогда не останется. Или там в 64-м, ну, строители, всегда люди будут строить дома. Ну, совет мудрого человека, это, конечно, неплохо, но не всегда стоит воспринимать его буквально. Поэтому зайдите на специализированные сайты по поиску работы, посмотрите вакансии и проведите ритуал для поиска работы. Это вот шаг первый, даже шаг нулевой, когда у вас нет никакого дохода. Когда вы начали получать какие-то деньги, пусть минимальные, пусть на не очень интересной вам работе, подумайте, каких финансовых целей вы хотели бы достичь. То есть, зачем вам вообще деньги? Если вы, опять же, в самом начале вашего финансового пути, и у вас банально там с трудом хватает на то, чтобы прожить, понятно, что нужно в первую очередь закрывать какие-то свои материальные базовые потребности. Квартира, еда, одежда, медицинское обслуживание. И, соответственно, ваши цели все должны быть направлены на это. Вы должны как можно скорее начать зарабатывать столько, чтобы покрывать вот этот весь необходимый минимум. Основание пирамиды Маслоу. Если вы уже имеете доход, если вы уже находитесь на достаточно высоком уровне, не являетесь специалистом или предпринимателем, то подумайте, но немного в другой плоскости. Подумайте, как бы вы могли увеличить свои доходы, как бы вы могли расширить свои навыки, может быть, свое предприятие, дополнительно монетизировать свои умения. То есть, человеку на базовом уровне нужно подумать над своими базовыми потребностями. Человеку на более высоком уровне нужно сперва подумать о расширении. И очень часто, я говорил об этом в обучающих курсах и в мастер-классах, очень часто решение лежит на поверхности. Простой был пример. Если вы в США являетесь трак-оунером, то есть владельцем трака, фуры, или траковой компании, занимающейся грузоперевозками, то работа с Канадой, то есть если вы из США возите грузы в Канаду, это сразу x2 к доходу. Это очень много для бизнеса. Для бизнеса даже там 20% это очень много. 20% прироста. А тут x2. И нужно просто собрать определенный пакет документов и заплатить какую-то пошлину. Все, это готовое решение. Подумайте, наверняка и в вашей области есть какие-то готовые решения, к которым можно прибегнуть. То есть, получение кода сертификата, повышение уровня Вашей области, повышение вашего уровня как специалиста. И вот в начале вы закрываете потребности, если вы в начале. На более высоком уровне вы думаете, как сделать этот уровень еще чуточку выше. И параллельно вы думаете, ради чего вам деньги. В видео «Как найти амбиции», если не ошибаюсь, я рассказывал, что нужно постоянно думать о том, на что потратить деньги, чтобы были какие-то финансовые цели. Потому что, когда вам 50, у вас функционирующий бизнес, у вас уже есть доход, у вас уже не так много энергии. У вас уже нет вот той искры, нет того голода в глазах, который заставляет вас двигаться вперед и достигать чего-то нового постоянно, каждый день. Бросать себе какие-то вызовы. А они нужны, с точки зрения денежной магии, они обязательно нужны. Когда вы это просто обдумали, как заработать минимальные деньги, как расшириться, вы это обдумали, записали, дали себе несколько дней или даже недель, после этого осознанно вступаете в денежный эгрегор. И прописываете там свои цели. В бесплатном курсе по денежной магии, в бесплатном мастер-классе, я подробно рассказываю там про списки, как их составлять магические, как цели ставить, приоритеты. Посмотрите. И вот вы вступили в денежный эгрегор. Дальше. Неукоснительно выполняете условия контракта. Мне говорят, что я вот в контракте там указал столько-то часов, и представляете, мне не хватает три часа на сон. Ну, то есть в контракте на вступление в денежный эгрегор некоторые указывают, что я готов там работать 16 часов в сутки. И ладно, если человек работает на какой-то работе, которая позволяет там менять виды деятельности, заниматься там то одним, то другим, он какой-нибудь, допустим, контент-криэйтор, там, не знаю, видеоблогер, он там походил интервью у людей, взял, там напечатал какой-нибудь сценарий, пообщался с продюсером, это все как бы считается процессом работы. А если вы шахтер, и вы такой в три смены в шахте, по 16 часов без выходных, ну, сколько вы протянете на такой работе? Ну, месяц, все, и умрете. Это даже как-то обсуждать странно, но такие случаи есть. Мне такие люди пишут на почту. В этом случае нужно просто срочно перезаключать контракт. То есть старые сжигаем, новые заключаем заново с более адекватными условиями. Потому что у денежного эгрегора нет цели, чтобы вы на работе умерли. Но при этом, разумеется, нужно адекватно ставить планку, там, работа два часа в день, это тоже как бы несерьезно. То есть, ну, даже если у вас очень творческая профессия, ну, 4-6 часов в день с двумя выходными, ну, это, наверное, самый минимум, меньше работать. Ну, это просто как-то странно. Хотя кто-нибудь из миллионеров, которые ездят на Бали, кстати, Бали один из самых дешевых курортов, куда нищие ездят. Меня всегда удивляет, когда, там, я бизнес-тренер, я поехал в Турцию. Нахрена? В Турции это... Для чего? Есть нормальные дорогие страны, если ты такой крутой бизнес-тренер, езжай в нормальную дорогую страну. Ну, в общем, почему-то популярно считать, что там достаточно работать, там, 4 часа в день и лежать на пляже. Ну, это неправда. Любой владелец бизнеса это подтвердит. В общем, настраивайтесь на то, что если вы хотите зарабатывать деньги, вам придется работать. И работать больше, чем сейчас. Да, денежная магия даст вам возможность и зарабатывать кратно больше, но и работать придется немало. Вступили в денежный эгрегор, дальше просто планомерно проводите практики денежной магии и все время ставите себе какие-то новые цели. Допустим, у вас, как я говорил, минимальный уровень. У вас первая цель это закрыть все свои базовые потребности. Посчитать, сколько вам нужно денег, чтобы не занимая, нормально оплачивать жилье, покупать какую-то минимальную одежду, еду и прочее. Вот сколько нужно денег в месяц от первой задачи у вас зарабатывать эту сумму. Все свои ресурсы, всю свою энергию вы должны потратить на то, чтобы зарабатывать вот столько. Если у вас останется при этом силы и время на то, чтобы как-то развиваться, здорово, магически, профессионально, пожалуйста, можете включать это в минимальную сумму, которая вам нужна, потому что без развития, конечно, долго вы, скажем так, в денежной магии не продержитесь, потому что вот так вот стагнировать долго не получится. Все равно будет либо падение вниз, либо наконец-то какой-то прорыв, рост вверх. На более высоком уровне вот вы вступили в денежный эгрегор, подумали, как вам развиваться, придумали какие-то новые бизнес-идеи, новые способы расширения своих квалификаций. И вот на вашем уровне дальше вы думаете, а что на следующем уровне? Вы вот находитесь, допустим, где-то на уровне среднеевропейского, на уровне европейского среднего класса. И у вас там есть квартира, машина, не знаю, дача, дети в университете. Что выше? Сумочка от Hermes? Ну, вряд ли. Скорее всего, выше, более серьезное, допустим, медицинское обслуживание. Многие люди, к сожалению, на постсоветском пространстве этим пренебрегают. Отдых в Турции, опять же, ну, вряд ли. Это мещанская ерунда. Нужно думать о каких-то серьезных, конкретных вещах. То есть, допустим, вы живете с детьми уже взрослыми в квартире. И пусть она там большая, просторная, ну, наверное, хотелось бы все-таки с детьми разъехаться и, допустим, дать им возможность там первый год оплачивать им съемное жилье. Это тоже деньги, это серьезное вложение. Ну, кто-то, у кого есть финансовая возможность, детям покупает квартиру. Это тоже очень солидная цель. Не нужно, даже если у вас есть деньги, не нужно детей держать при себе. Если вы не хотите вырастить бесполезных, неприспособленных к жизни иждивенцев. Что еще может быть? Может быть, вы хотели бы переехать в более крупный город, в другую страну. Это все те цели, которые не очевидны для людей взрослых, которым там за 40, за 50 лет. Подумайте, наконец-то, о себе. Чего бы хотели вы? Я вот знаю людей, которые там за 50, за 60 лет, они из Сибири поехали, допустим, в Испанию. Ну, я к Испании отношусь специфически, но тем не менее. То есть люди в зрелом возрасте решили, что вот все, холод им надоел, дети выросли, пора и честь знать, вот они на пляже наслаждаются пенсией. Пожалуйста, какие проблемы? Это ваша жизнь, это ваше решение. На это нужны деньги. Вы думаете, как их зарабатывать? И очень важно, я объяснял это в мастер-классе, подниматься по ступенькам, не перепрыгивая через них. И вот мы говорили про человека в самом начале своего развития финансового. У него самый базовый уровень, самое простое жилье, самая простая еда. Следующий уровень, ну, стоит правильно, грамотно расставлять приоритеты. Следующий уровень, ну, наверное, там, жилье чуть получше. Опять же, не сумочка от Гуччи и не костюм от Армании. Жилье получше. Питание, ну, чуточку получше, чтобы было, ну, совсем уж не самое плохое. Абонемент в спортзал. Какие-то курсы повышения квалификации. Что-то, что поможет вам зарабатывать больше денег. Какой-то рабочий инструмент хороший. Если вы, там, плотник, ну, не знаю, дрель. Если вы программист, ну, наверное, макбук. То, что повысит вашу продуктивность. Многие люди совершают серьезные ошибки. И вот с этого базового уровня пытаются перепрыгнуть на 2-3 ступени выше, получив вот первые какие-то ощутимые деньги. И, там, куплю машину. Ну, у многих такое бывает. Когда я сделал одному человеку амулет, он понял, что такое удача. Ну, всю жизнь был не очень успешным. И тут вот у него одно получается, другое получается. И он как-то окрыленный. И у него, по сути, еще ничего нет. И доход не очень стабильный. А он сразу машину в кредит возьму. Ну, вы что? Нет. Не надо. Не надо. Будьте аккуратны. И действуйте постепенно. Откладывайте потихоньку деньги. И смотрите, чем вы можете на одну ступень повысить свой уровень жизни. На одну ступень все очень просто. То же самое, когда человек взрослый, ему, там, 40-50 лет, у него нормальный доход. Ну, следующая ступень, она очень близкая. То есть, это очень похожий уровень жизни. Не нужно желать себе, там, вертолет. Не нужно, там, квартиру на окраине трешку менять на десятикомнатную в центре. Ну, пытаться менять. То есть, не жадничайте. И уж точно не нужно, самая главная ошибка, не нужно распыляться на предметы роскоши. Если вы не можете жить без каких-нибудь сережек от Тиффани, брендовых часов, дорогих автомобилей, у вас явно какие-то проблемы. Ну, нельзя, не закрывая свои базовые потребности, не занимаясь здоровьем, не занимаясь улучшением своих жилищных условий, не повышая свою квалификацию, не занимаясь, в конце концов, духовным развитием, ехать и тратить всю зарплату где-нибудь в Милане на распродаже каких-нибудь тряпок. Это ненормально. Я понимаю, что общество нам это навязывает, но нужно с этим бороться. Можно, есть небольшая хитрость, можно какую-то одну вещь, допустим, из следующего уровня себе приобрести, просто чтобы дотянуться. То есть вы, допустим, в самой-самой нижней части денежного эгрегора, то есть, ну, в самом начале финансового развития, и вы себе покупаете, ну, не знаю, хороший костюм, или там, хороший смартфон, который для вас дороговат, но это все-таки какой-то атрибут чуточку лучшей жизни, который вам тяжело себя позволит, но вот один вы можете купить, и это будет такой ваш, скажем, денежный амулет, который будет потихонечку тянуть вас вниз, но при зарплате условно 500 евро купить айфон, ну, окей. Айфон это все-таки тот инструмент, которым мы пользуемся каждый день, и который стоит плюс-минус вменяемых денег, тем более, если не самые новые модели, но это точно не какой-то предмет роскоши, типа, там, часов за 6 тысяч евро. Это просто тупо. Я вот знаю историю. Два брата. Предприниматель и не очень богатый мужчина. И не очень богатый мужчина перебивался какими-то заработками, у него все нестабильно, иногда даже был вынужден таксовать. Предприниматель развивался постепенно, то есть, купил квартиру, потом, через несколько лет, отложив достаточную сумму, не в кредит купил машину, еще через несколько лет, более-менее, там, приоделся сам, приодел жену, не в какие-то брендовые, оверпрайснутые тряпки, а, ну, просто нормально, чтобы начать одеваться, нормально начал заниматься своим здоровьем, ходить в спортзал, и через какое-то время, ну, так сложилось, он стал заниматься более крупным бизнесом, купил себе дорогие часы. Его брат, смотря на это, там, живя в какой-то съемной квартире на окраине, такой, ну, его так зауважали бизнес-партнеры, тоже куплю себе часы и взял кредит, боюсь ошибиться в сумме, но в районе, наверное, 10 тысяч долларов, и купил себе премиальные часы, чтобы знакомиться с новыми людьми, искать какие-то тоже бизнес-контакты, и таксует он в очередной раз, едет с ним, мужчина, хорошо одетый, и уже, когда выходит из такси, говорит, слушай, какая хорошая у тебя реплика, где купил, я вот занимаюсь поставками из Китая, думаю, партию закупить вот такого китайского говна, не подскажешь поставщиков, то есть, даже брендовые часы, очень дорогие, в неподходящей обстановке, не делают вас богаче, или не делают вас более уважаемым среди окружающих, в общем, я что-то увлекся, короче, повышаем ваше благосостояние ступенями, по одной ступени за раз, и вот на этой ступени сперва движемся горизонтально, закрывая на своем текущем уровне все свои задачи, то есть, грубо говоря, там, ваша жена хочет крем для лица, ей подруги говорят, вот там, крем для лица за пол зарплаты, ну, она на свои деньги, конечно, может купить этот крем для лица, а потом три дня не есть, но вообще всегда есть что-то дороже, а у роскоши вообще нет потолка, поэтому на своем уровне покупаем соответствующие стоимости крем для лица, соответствующие стоимости одежду, еду и прочее, и вот закрыв все потребности, когда у вас самые дешевые витамины, условно, самый дешевый спортзал, вы уже можете двигаться вверх, а не когда у вас там витаминов нет, а вы сразу там покупаете абонемент за 2000 евро на спортзал, на последние деньги или в кредит, я знаю людей, которые абонемент брали в кредит, и двигаясь вот так вот ступенями, выполняем ритуалы денежной магии, ритуалы я тоже описывал в бесплатном мастер-классе, в курсе денежной магии, ссылки все будут в описании, и вот, выполняя эти ритуалы, ставя все новые и новые цели, вы постепенно, шаг за шагом, повышаете свой уровень благосостояния, ставите какую-то цель, достигаете ее, вот условно, представьте столбики, столбик здоровья, столбик одежды, столбики еды, столбик там духовного развития, столбик профессионального развития, и вот, 100% первый уровень, 100% второй уровень, и вот одно у вас, там 2% выполнено, второе 20% выполнено, третье 30%, четвертое 3%, вам нужно все эти столбики заполнить, чтобы перейти на следующий уровень, воспринимайте это, как развитие персонажа, в компьютерной игре, где ваши все статы, нужно поднять, прежде чем перейти, на новый уровень, надеюсь, что я более-менее, объяснил, общий принцип, как это работает, надеюсь, что я пояснил, что не нужно гнаться за какими-то оверпрайснутыми вещами, что нужно постепенно повышать уровень своего благосостояния, благодарю за внимание, с вами был Саргас, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok